Мы не боимся санкций. Это антисанкционный набор. Объем банки незаизмерим. Здесь все и все в тренде. В регионе 93 всегда следили за политическими тенденциями. Вот и сейчас гостей лагеря встречает местный арт-объект с муляжами овощей и фруктов под неофициальным названием «Закатаем санкции в банку». Это не является актом устрашения. Это является больше показателем того, что мы не боимся, что Кубанский край – аграрный край молодых, задорных агрономов, которые могут в любой момент сделать на земле, на нашей Кубанской полудородной, вот такие чудесные продукты. Смена от мысли к действиям по определению направлена на то, чтобы научить молодежь в условиях тех же санкций и импортозамещения генерировать идеи, которые потом реально воплотить в жизнь. И в лагере уже есть такой пример – строительный 3D-принтер от краснодарских изобретателей. Установка позволяет бетонными блоками распечатывать жилые дома. В Китае по такому принципу уже построили пятиэтажку. В России у краснодарцев есть шанс опередить всех и занять эту нишу. Распечатываться будет сразу пол, стены и крыша, кровля. Если мы будем печатать двухэтажный дом, то и сразу перекрытие. Все это будет являться одним монолитным контуром. В среднем для того, чтобы напечатать дом на стройплощадке, нам будет нужно около четырех дней. Но это небольшой дом. Это дом примерно на один этаж, 60-70 квадратов. Последняя в этом году четвертая смена в регионе 93. Сейчас здесь одновременно работает, учится больше 400 депутатов, студентов и активистов. Несмотря на то, что лагерь закрывается уже завтра, здесь никто не пакует чемоданы и не разбирает стенды. Визит главы региона и живое общение с ним, пожалуй, стали главными событиями. Лето на Крымской поляне. Есть такая хорошая традиция в регионе 93 – с главой края разговаривать. Вениамин Кондратьев в этом качестве сюда приехал впервые. Экскурсию по лагерю проводят вожатые. По пути приглашают на обед, приготовленный собственными руками на костре. Без вопросов не обошлось. Тем более тема есть горячая. Мы знаем, что вы только что вернулись из Геленджика. Я на этом форуме тоже представляю город Геленджик. Я очень волнуюсь о том, что там происходит. Не могли бы вы рассказать? Сегодня, я думаю, что волноваться особо не приходится. Да, не просто. Не просто потому, что погодные условия сегодня оставляли бы желать лучшего. Никто не унывает. Усилена группировка МЧС России. Кубань спас, краевые ребята съехались. Волонтеров, кстати, очень много. Очень много волонтеров. Поэтому сегодня огонь в кольце. И мы очень надеемся, что к вечеру пожар будет локализован полностью. Успокоившись после ответа Кондратьева, участники смены стали задавать не только вопросы, но и выдвигать предложения. Например, создать по всему краю сеть бесплатных уличных тренажерных залов для воркаута. Модного сейчас направления среди молодежи. Так называемый дворовый спорт. У нас подготовлен такой молодежный проект проезд, который включает в себя развитие здоровых экстремальных видов спорта. Это паркур, воркаут БМХ. Это постройка воркаут-комплексов в каждом муниципальном образовании. И также проведение больших чемпионатов краевых всероссийских. Это самый дешевый для нас спорт. Однозначно. Почему дешевый? Потому что с минимальными затратами мы можем максимальное количество молодежи вовлечь в этот спорт. И в это движение даже, я бы сказал. Как спорт, как его называешь, воркаут? Воркаут и паркур. Может быть, это и спорт, но для меня это понимание, что это может стать образом жизни молодежи. Вечернего времени, досуга. То есть все, не вопрос, зачем на этом экономить. В Колизее, лобном месте всего лагеря, тем временем главу региона уже ждали. Занимали места, стараясь сесть в центральном ряду, чтобы заметили именно их и дали шанс задать вопрос. Один из первых от молодых депутатов и членов молодежных советов. Про то, как воспитать в себе лидерские качества. Каково быть лидером такого высокого формата? И какими принципами вы руководствуетесь в принятии решений? Я сегодня только становлюсь на ту тропу, которая от меня требует принятия решений. Грамотных решений, правильных решений. Когда мы говорим лидер, каждый из нас вкладывает туда свое понятие. Здесь, наверное, должен быть не лидер, главенствующий доминантой, а насколько он правильно принимает решения. Это качество человека, который способен по большому счету жертвовать своим собственным временем, временем своей семьи. Для того, чтобы максимально отдаться тому, чему ты служишь. А ты служишь народу. Вот сегодня, по большому счету, мой ринг проходит в очень сумасшедшем режиме. В 4 утра мы только разошлись в Геленджике, а в 8 утра уже началась планерка, которую проводил министр РПГ и ЧС на этот день. То есть я практически спал 3 часа. И поверьте, я четко знаю, что это не просто так. Это мой ритм жизни, я его принимаю. И я, главное, переживаю за что? Чтобы мои решения были правильными. Чтобы то, что я делаю, оно максимально сказалось на экономических результатах региона, на социальных программах. Я анализирую, что я сказал. И уже думаю, как сделать так, чтобы то, что я сказал, было сделано. Принцип лидера – это тот человек, который просто отвечает за свои слова. Это самое основное. Но это не только принцип лидера. Это принцип любого уважающего себя руководителя. Формат свободного общения, вероятно, один из самых любимых у главы региона. Идеи, предложения, вопросы от собравшихся звучали на самые разные темы. И про будущее в футбольной Кубани, и про возможность увеличить количество смен в лагере на следующий год. С этим Кондратьев согласился. Не обошлось и без вопросов про личное. Что вам запомнился в вашей жизни студенты? У нас были свои радости. У нас были, может быть, примитивные дискотеки. У нас была, может быть, своя студенческая жизнь в Кубанском университете. Я пытаюсь собраться с мыслями, но сложно. Потому что то, что хочется рассказать, нельзя. А то, что можно, пока на ум не приходит. С молодежными активистами глава региона общался больше часа. Аудитория отказывалась его отпускать. Даже после окончания Кондратьева взяли в плотное кольцо. Фотографировались и брали автографы на память. Кто-то говорит, что это на счастье. И подмечает, с такой подписью продвигать свои инициативы у чиновников на местах будет проще. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Северский район.